Это тест-драйв от Давидовича, сынок! И сегодня мы будем тестировать вот эту тачку! Я решил отдать дань уважения этой тачке и посмотреть на нее не просто ходя вокруг нее, а сделать это на вертолете. Давайте посмотрим. Вот я сейчас смотрю на заднюю часть автомобиля, и я могу сказать, она очень сексуальна, сверху какая крыша, какие линии, а с левой стороны вообще просто девочка, вау, секс! Блин, ну конечно круто, ну просто круто! Я вижу просто сгусток силы в этом металле. Очень круто, мне нравится! Мне тут написали письмо, почему я начинаю свои программы с фразы «Привет, бандиты!» Ну потому что я считаю, что вот такие тачки, которые я тестирую, честные люди купить не могут по определению. Нет, нет, они хорошие, просто не совсем честные. Хорошо. Если вы считаете, что я не прав, тогда можете в комментариях написать, как можно честно заработать вот на такую тачку или вот на такой вертолет. Почему я в этом тесте прилетел сюда на вертолете? Я объясню. Дело в том, что стоимость этого автомобиля и стоимость этого вертолета примерно одинаковы, плюс-минус. Я задаю себе вопрос, что бы я себе приобрел, потому что, в принципе, для меня и этот автомобиль, и этот вертолет – это игрушки, игрушки, в которые играют большие мальчики. На нем можно делать много полезных вещей. Это Робинсон 44-й, здесь четыре посадочных места. Этот вертолет может находиться в пути примерно три часа со средней скоростью 180-190 км в час. Эта штука имеет 632 лошадиные силы, двигатель V12 с турбинами. Здесь тоже четыре посадочных места. Эти четыре посадочных места, безусловно, круче, чем эти четыре посадочных места, только потому, что здесь охрененная кожа, очень дорогие материалы, нереально удобное сидение. И главное – это все очень быстро. Давайте будем говорить честно. Скажите мне, пожалуйста, человек, который покупает вот этот автомобиль, его можно назвать успешным человеком? Можно. Тогда ответьте мне, пожалуйста, те дизайнеры и те люди, которые строили этот автомобиль на один вопрос. Человек, который покупает вот эту тачку, должен сделать следующую вещь, которую эти люди никогда не делают. встать раком и задвинуть свою жопу в эту машину. Нужно садиться задом. Здесь срочно, блядь, нужно переделать двери. Потому что мне кажется, что это пугающий фактор. Это немного не то, мне кажется, что должно быть. Но это единственный пока минус, в моем понимании, у этого автомобиля. Сейчас мы идем к вертолету. Это Robinson 44, я повторюсь. Отличная тачка. И, кстати, это тот самый вертолет, на котором я учусь летать. Пилотский еще не получил, но осталось чуть-чуть. Здесь оппозитный двигатель, как на Subaru. Смотрите на салон. Недорогой материал, но очень приятненький на ощупь. Но есть один момент. Когда ты понимаешь, сколько этот вертолет стоит в Америке, а производят его в Америке, то, в принципе, нормальная цена. Плюс-минус там 350-400 тысяч долларов. Когда он прилетает сюда, таможня, доставка, начинается оформление, вот эта вся фигня, у тебя цена вырастает. И когда у тебя получается такая цена, то, ну, как-то хочется сиденье, конечно, покруче. Что это за вертик? Вот представьте, что для того, чтобы ездить научиться, вам нужно поездить на «Жигулях», да, на сцеплении. Вот этот вертолет, это «Жигули», то самое сцепление. Минимальное количество дополнительных вспомогающих систем, при которых вы будете летать. Но если вы научитесь летать на этом, вы будете летать на чем угодно. Еще раз, рассматриваем этот вертолет как игрушку. Хранить его, ну, в принципе, можно где угодно. Ну, чуть-чуть побольше. Ну, представьте, что у вас, ну, лимузин. Во дворе можно поставить на дачу где угодно. На парковочное место какое-нибудь можно присесть. Вот прилететь в поле сесть – тоже можно. Если вы захотели даже слетать на «Эльбрус», вы это можете сделать на этом вертолете. На сам «Эльбрус» вам, конечно, придется подниматься пешком, но до туда вы долетите. Вы можете слетать в Германию, вы можете слетать в Киев, вы можете слетать в Минск, куда угодно. Вы можете кайфовать и веселиться. Это вещь не на каждый день. Хотя может, в принципе, работать каждый день. Это такая хорошая рабочая лошадка. Мы снимем отдельно тест-драйв по этому вертолету, а пока возвращаемся к тачке. V12 Biturbo. Абсолютно точно вам могу сказать, что на этой машине вы не будете ездить каждый день. В течение недели приходится зарабатывать бабки на то, чтобы на этой машине ездить. Но владелец, мой друг этого автомобиля сказал, что приобрел он эту машину только по одной причине. Кризис в стране. И я объясню, почему он так сказал. Ну, сами подумайте. Вы покупаете автомобиль, у которого колодки бесплатно, обслуживание бесплатно, масла бесплатно, фильтра бесплатно, сервис бесплатно. Все, что вы будете делать на этой машине, все бесплатно. Ты просто уже занес бабла. Уже не важно, будет дальше кризис жестче, или будет дальше кризис меньше. Не важно. Ты заплатил бабок, и ты будешь использовать этот автомобиль. Ты можешь делать все, что угодно. Когда я спросил, а жрет ли эта машина масло, он мне ответил, что эта тачка ведет себя, как русский турист, который приехал в Турцию, где все включено. И он приходит к этому шведскому столу, и начинает сметать все. Ровно так же этот мотор жрет масло. Идем дальше. Давайте поговорим про дизайн этой тачки. Я не буду врать и придумывать. Мне очень нравится эта машина. Мне очень нравится дизайн, мне очень нравятся фары, хотя они, в принципе, точно такие же простенькие, как и на Jaguar, который мы недавно тестировали. Тоже не диодная система, но мне нравится, как диодные полосочки вот эти вот светятся. Это очень красиво. И ты сразу понимаешь, что едет что-то дорогое. Мне очень нравится вот эта передняя решетка и огромный-огромный радиатор. Это стиль Rolls. Да, кстати, я хотел сказать. Я во всех своих тест-драйвах честно всегда пацанам говорю, насколько удобно трахаться в машине. В этой машине трахаться неудобно точно так же, как и в этом вертолете. Поэтому на эту тему вообще забудьте. В тот момент, когда ты играешься либо с этим, либо с этим, ты об этом думать не должен. Очень все качественно сделано. Косячка нету. А, да ладно. Да ну нахер. Да хорош, блять. У машины 4000 пробег. Ну, кстати, вот я бы, знаете, как сделал в компании? Здесь, как правило, телочки сидят, да? Ну, в принципе, то есть, телочкам привычно, ну, вставать раком и садиться на жопу, правильно? Кстати, женщины в юбках оценят вообще это, да? Девчонки, оцените, если вам удобно будет садиться, а? Вы в юбке в короткой, ну, потому что, судя по тому человеку, который вас везет, вам юбка сегодня нужна именно короткая, правильно? Это логично. Поэтому вам будет удобно вот так в юбке, да, садиться, вы свои ляжки вот так сдвинули и аккуратно засунули их, да? И никто у вас не увидел, что у вас там, ну, между. А то вы как, как вы в ламборгини в юбках садитесь? Вот это вот хуйня происходит, вот это. А? И вот эта вот ляжка ее вот так торчит, тут трусы видны, фотки все снимают, да? Вот так у вас происходит. Знаете, для чего вот эта палочка нужна? Ее делает один человек, и делает он это вручную. Стиль фирменный. Чтобы, если эта машина будет на вторичном рынке, вы можете очень легко определить по этим полосочкам, была ли машина крашена и бита или нет. Потому что вот сделать ровно так же, я думаю, вряд ли у кого получится. О, это мое. Так как ты, мой милый друг, мне запретил на этой машине дрифтовать по полю, я буду на ней бомбить. Я понимаю, что ГОСТ, ГОСТ сделан на базе семерки, правильно? Тогда на базе чего сделано вот это? Я так понимаю, у этой машины своя база. Тогда если у этой машины своя база, какого хуя вы в BMW не можете сделать тачку, которая насует S-Coupé, а? Почему вы этого не делаете? Потому что у вас есть Rolls-Royce. Но просто разница по деньгам между этой машиной и, например, 217-й кузов Mercedes S-Coupé 63, ну, разница как бы по деньгам есть, она ощутима. В 65-м сравнивать нечего, это круче тачка, гораздо круче. По поводу качества автомобиля. Он дико качественный, дико прикольный, на него все обращают внимание. Абсолютно на срать, какого он цвета. Если вы, ребята, думаете, что можно купить бэушную Ferrari красного цвета, на тебя будут обращать внимание, к сожалению, вы правы. Но эта тачка может быть любого цвета. И поверьте, на нее будут обращать внимание. И делать это будут очень серьезно. Очень удобные кнопочки на открытие-закрытие окон, складные зеркала. Кстати, если бы сейчас мы дверь закрыли, то вот этот зонтик, который вытащил наш замечательный оператор, мы бы сломали. Ну, он бы получил куда-нибудь в грозный визу лет на 10, картошку, блять, копать. Дебил, блять. Че ты не убрал? Я хотел показать одну штуку, я вспомнил. Я хочу, чтобы сейчас был черный экран. Сейчас черный экран, вы меня слышите. Я хочу, чтобы вы прочувствовали вот этот звук. Просто, блять, соберитесь. Теперь картинка. Блять, конструкторы, роллсы, я ржу над вами. Ну, давайте, блять, скажите, что я не прав. Ну, блять, скажите, что я, сука, не прав, блять. Ну, сука, блять. Кстати, здесь тоже есть кнопочка. На кнопочке написано «Послать всех к хуям собачьим». Нажимаю. Да, это я, Эрик Давидович. Да, у меня всегда спрашивают, как я зарабатываю себе на жизнь бабки. Дело в том, что, когда мне доверяют машины стоимостью в 25 миллионов рублей, я ставлю на них шашечки и пытаюсь заработать бабла. Постоянно. Бежилая неказиста. Жизнь сегодняшнего таксиста. Даже на роллсе сложно найти клиента. Хотя стою, вроде, в шкурном месте, в нормальном. Вот что, клиента везет. Привет, брат. Слушай, подскажи, как бабла срубить? Ты сколько до метро берешь? Пятикатку, да? Такая машинка не солидная. Слушай, я пятерку прошу. Немного? Нормально, наверное. Нормально. Такси до метро за 5. Ну, до метро и обратно 5. 2500 туда, 2500. Он за 500 катается на Ауди. Он на Ауди за 500 до метро и... Нелюбийские деньги оставить. Сколько? Сколько у тебя с собой? На шаурму хватит. Не, нам-то на шаурму. У нас другая шаурма, братан. Такси, такси. Это владелец, владелец машины. Видели сейчас гелик с охраной? Это был владелец Роллса. Он мне ебало сломает, когда увидит этот тест-драйв. Ну, это будет уже где-то август. Это, скорее всего, будет август. И, скорее всего, опубликовать я буду не за этой стороны, походу. Но. Пам-пам-пам-пам. Дружище, до метро. Неинтересно. Такси до метро. Такси до метро. Такси до метро. До метро такси. Недорого. Все хуйня. Простояли 35 минут. Сука. Жлобы. Никто не дал даже пятерку. Физ. Давайте начнем с ощущений. Если не понимать, что это за машина, как она называется, и какой потенциал у нее в педали. Просто чисто жопные ощущения. Ни один из автомобилей, на которых вы когда-либо ездили, не обходился с вашей задницей так, как будет делать эта тачка. Эта тачка максимально качественно обрабатывает вашу жопу. Вы чувствуете уважение к вашей заднице. Вы чувствуете ласку к вашей заднице. Мужики поймут, это как после хорошего качественного секса ты лежишь и тебе чешут спинку, например. Или тебя просто гладят. Вот она ласковая эта машина. Но под всей этой лаской, под всем этим безумным качеством, вот что ни тронь, все дорогущее. Просто дорогущие кнопочки, вот эти сделаны под хрусталики, крутилочки, все понятно, все интуитивно. BMW-шное зеркало очень удобное. Не могу понять, почему мне эта машина нравится, потому что она качественная. Нереально удобный руль. Ты на Toyota, блядь, что, ебанат вообще, блядь? Или у тебя, блядь, 6 жизней нахуй, как у кошек? Куда ты, блядь, поехал? Иди сюда. Рубануть, подрезать, блядь, Rolls и не получить пизды? Такого не бывает, блядь. Прада, блядь. Сука, у тебя машина стоит, как у нас колесо, блядь. Поехал-то, блядь. Вот мне нравятся такие люди. Блядь, сразу уебывают. Конечно, я бы тоже уебывал, если бы за мной Rolls гнался, блядь. Знаете, вот становится понятно, что это BMW. То есть, по идее, компания BMW может сделать ответку, целью. Но они не делают, ну, SQP. Но они не делают этого, потому что у них есть этот автомобиль. Потому что они понимают, что он в 10 раз качественнее, в 10 раз круче. Шумка идеальная просто. Идеальная шумка. Что, не привыкли, что такие тачки щемятся по третьему кольцу? Помните тест-драйв Bentley? Так вот, когда я взял эту машину, мне пришло смс. Брат, давай не так, как с Bentley. Мне очень интересен следующий факт. И, кстати, владельцу этой машины тоже. Что вы видите надо мной? Люк. Большой такой, да? Охуенный люк, да? Правильно ли? А вот хуй. Это просто, блядь, стекло. И все. Его нельзя ни в какую сторону ни поднять, ни приподнять, ни отодвинуть. Ничего нельзя. Вы просто можете отодвинуть шторку и все. Вы не можете с этим... Это не люк, по сути. Это вообще что такое? Здесь стоит тормозная система от BMW X5M. Здесь стоит проекция. Точно такая же, как в Семерках BMW, в М5 и в 10. Все то же самое. Эта машина управляется как BMW. Смотри. Нос в нос мы идем с BMW X7M. Я сижу за задним сиденьем. Обалдеть. Внешне так не скажешь, да? Большая машина. Очень круто. Очень мощный двигатель. Огромный крутящий момент. По управляемости ты даже не ожидаешь, что такая тачка... Она не ведет себя, как все остальные машины. Она огромная. Она по ощущениям очень тяжелая, но она очень легко управляется. Представьте, что вы просто весь подъезд в своем доме внезапно решили просто перестроить в другую полосу. И вы это сделали без особого труда. Вот так раз. Ебать. Как это весело. Может мы на нем погоняем вообще? Очень сложно описать ощущения, но я постараюсь. Рулится. Блядь, ну это все, сука, вот эта вот эта хуйня, вот эта, блядь, рулится, блядь. Мягко, удобно, вот эти, блядь, сопли, блядь. Охуенная тачка, пацаны, охуенная, блядь. BMW-шная крутилка, BMW-шная кнопочка. BMW-шный жойстик. Это база BMW. Монитор BMW. Меню отрисовано по-другому, но это все BMW-шное. В связи с тем, что дверь в ту сторону открывается, очень могущественным людям приходится все-таки присаживаться назад. Женщины от этого кайфуют, потому что им удобно. Вот. Поэтому эта кнопка сделана, ну по сути, для удобства. Дальше тут три кнопки. Левая, правая дверь. То есть я могу правую дверь тоже сам закрыть отсюда. А еще у меня есть бут. Кнопка, это багажник. Но я его открыть могу, а почему-то закрыть я его не могу. Было бы круто, если бы отсюда какой-нибудь динамик выдвигался с передней центральной консоли. Но он почему-то не выдвигается. Здесь все лаконично просто и достаточно скромно. Заметил, знаете, какой момент? Вот здесь кнопки. Вот здесь кнопки памяти. Вот здесь. Они прямо на двери, слева. Если ты сильно прижимаешь рукой, ногой, смотрите. Видите, отодвигается сиденье и руль двигается. Я просто коленкой задел кнопку. И у меня все как бы это самое, все поменялось в жизни. У меня машина едет, а я теряю управление. Я теряю руль и она отодвигает. Значит, ну здесь ручные камеры, боковые камеры. С левой стороны таджик стайл. И с правой стороны российский забор. Мы сейчас поедем. Здесь, вот мне очень интересно, в НБТ, вот на этой шайбе здесь есть тач. То есть, грубо говоря, ты можешь вот цели делать. Вот я могу. О, смотрите. Тач работает. То есть, система НБТ, BMW, она абсолютно точно тут работает. Точно так же работает тач. В принципе, так как я очень люблю BMW, вы это знаете, мне очень комфортно и очень легко понять, что тут с меню. Предупреждение о наличии пешеходов. Раз. Контроль за полосой. Два. Включение-выключение проекции. Три. Все. Здесь все очень удобно. Мне удобно. Почему? Потому что, в принципе, тут ровно такая же система, как на BMW. С правой стороны плюс-минус звук. С левой стороны круиз-контроль. Ну и соответственно, вверх-вниз обмен радиостанцией. Очень красивое меню. Я так понимаю, это тоже система НБТ. Это НБТ, которая с BMW. Очень круто. Я хотел бы сейчас попросить паштета, чтобы он мне запрограммировал от Rolls'а меню. А? Прикольно ведь? В X сделать от Rolls'а меню ведь будет круто. Очень приятненькие вот эти кнопочки. Вообще так кайфуют. Пацаны. Пацан-тре! Кто хочет себе взять эту тачку, берите, даже не думайте. В одну харю будете кататься, кайфовать. Если честно, я не думал, что мне эта машина так понравится. Вот та машина, на которой мы до этого ездили, мне тоже она понравилась. Но я ей давал газу, и она не ехала. И эта машина едет. Вы когда-нибудь видели, чтобы 26 миллионов рублей наваливали в потоке? Нет? Смотри. Когда я еду на X-е, либо на M-ке, я думаю, что там скорость не чувствуется. Все хуйня. Скорость не чувствуется здесь. Сложно говорить про эту машину, потому что, в принципе, хочется в ней просто спать, жить. Блядь, давай, сука, побеждай нахуй. Ебей их всех, блядь. Ебей, блядь. Выеби этот Ford, блядь. Молодец, блядь. Вот Nissan выеби. Давай. Блядь, охуенно, блядь. Lancer, блядь, следующий, блядь, на очереди. Ford опять, блядь. Volkswagen нахуй. Хуям собачьим всех. Блядь. Молодец, мальчик. Старая цена этой машины примерно 20-22 миллиона рублей. По новому курсу, вы можете посчитать сами, будет почти 30 миллионов рублей. Ну, не 30, будет 20, 25, 26. Конечно, давай Volkswagen, базара нет, блядь. Ха-ха, въедь, ёпта. Тут не крыло стоит, как квартира. А фонарь. Пацаны, вот как вам объясню, 632 силы, да? Он едет, ты ему наваливаешь, но прыгать в потоке на нём некомфортно. Объясняю почему. Большая вероятность к заносу в связи с весом. То есть, он до хрена весит. Он реально до хрена весит. Я ещё посмотрю в техпаспорте, я хуй его знаю, сколько он весит, но он весит. То есть, ты ему даёшь? Давай, пошёл. Бля, он поднимается просто, морду поднимает аж. Но, тормозит нормально. На этой машине достаточно некомфортно дрифтить. Она не хочет этого делать. Она не хочет этого делать. Владелец этой машины не хочет, чтобы я этого делал. Я не хочу этого делать. Вы хотите. Это вам сегодня вечером пизды за это и получать. Вау! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА BMW-шная коробка очень четко понимает, что я сейчас буду наваливать. Она понимает, что я сейчас наваливал. Она сразу переключается в спорт-режим. Мне так кажется, тут нет никакого спорт-режима, никаких нет кнопок там. Спорт плюс, спорт минус, ничего нет. Но она понимает то, что мы сейчас будем наваливать. Бля, просто 180, 190, ебаня, вообще не чувствуется. Класс вообще идеальный едет, идеально. Колеса правильные, глотает все неровности, всю вот эту блядскую колею. Ощущение просто нереальное. Эта тачка при съезде с какого-то препятствия, например, срезанный асфальт, не ведет себя, как все остальные автомобили. Просто подъехал, бум-бум-бум, там колеса поскидывал, поехал дальше. Эта машина ведет себя как очень сексуальная, спортивная 20-летняя девочка. Прям такая оп-па и прошла. Ласково, элегантно спустились передние колеса и также спустились задние. Очень круто. Он не спортивная машина. Это большое, огромное, жирное купе, которое просто шлет хуям собачьим вообще всех. А внешне всем понятно, кто ты. Всем понятно, что ты. Всем понятно, сколько ты стоишь. Ну, короче, финалочка. Мне эта тачка понравилась. Она охуенная. Она охуенная, она дорогая, она быстрая, она дрифтит, она любит женщин, на ней можно побомбить. Она мне очень нравится. Я не знаю, что делает эта милая дама в России здесь со мной около этого автомобиля, но, видимо, тест-драйв закончится очень положительно. Все mundo tiene que ver este programa. Тест-драйв Davidich. Короче, она говорит о том, что я крутой, она крутая, тачка крутая и вы крутые. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на наш охуенный канал. Ну, вообще, счастья вам, бля, удачи вам, любви. Всего-всего охуенную. Все, пока. Пока. Раз, два, три. У вас машина вообще интересная. Понятно? Пиздух.